Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Сергея Ярославовича Волощука. Добрый вечер, Сергей Ярославович! Добрый вечер! Спасибо, что согласились и пришли к нам на эфир, потому что те вопросы, которые вы курируете в администрации Ленинского района, они достаточно актуальны, они злободневны. И первая тема, которую хотелось бы сегодня обсудить в эфире, это подведены итоги работы правоохранительных органов за 2014 год. Давайте поговорим о тех результатах, которые есть на сегодняшний момент в Ленинском районе. Да, конечно, итоги подводятся каждый год. Я скажу, что в этом году итоги, они нас радуют. Сейчас я хочу привести ряд цифр, которые были озвучены на подведении итогов в нашем УМВД России по Ленинскому району, они наиболее как бы ситуацию описаны в Ленинском районе. Я хочу сказать, что количество преступлений у нас снизилось практически на 30%. Это говорит о том, что большая работа проводится профилактическая в районе, и то, что снижение произошло такое значительное, это благодаря работе и администрации, и полиции, и всех наших жителей. Снизилось количество совершений тяжких и особо тяжких преступлений на 24%. Это те преступления, которые совершаются с применением какой-то силы, с применением каких-то физических средств. И, конечно, это такие преступления очень нехорошие. Идет снижение. Количество преступлений в средней террасе снизилось у нас почти на половину, 52%. Очень высокие цифры. Идет количество угонов транспорта практически на 10%. Хотя угоны остаются достаточно высоким процентом у нас и по количеству, но, тем не менее, снижение определенное есть. И вообще, если говорить об уличной преступности, то и она у нас почти на 50% снизилась в этот период. То есть на улицах городов наших поселений стало жить спокойнее. Это хорошие нормальные цифры, которые нас радуют. И оценка была достаточно высокая по старой нашему МВД по Ленинскому району, который сейчас занимает достаточно высокое место в рейтинге всех управлений Московской области. В прошедшем году активно работала наша миграционная служба. Я скажу, что, вы знаете, ситуация миграционная непростая. Вместе с тем, 28 больших мероприятий, рейдов, которые проводят миграционные службы, они были проведены в Ленинском районе. И только одна цифра, порядка 700 человек было выдверено за пределы Российской Федерации. Это практически большой отряд людей. Был возбужден ряд уголовных дел, касающихся незаконной миграции. Это уже понесли ответственность работодатели, которые представляли незаконные места. Были вывели на целый ряд документов, которые вызывали сомнения в подлинности документов, разрешающие миграционное нахождение на территории Российской Федерации. Работа велась по целому ряду направлений. Говоря о службе госнаркоконтроля, служба очень важная у нас, серьезная. И если мы в предыдущие годы говорили о том, что там вывели 10-15 килограмм наркотиков, сейчас мы говорим уже о сотнях килограмм. В прошлом году на территории Ленинского района было изъято практически 125 килограммов наркотических средств, из которых 59 килограмм героина. Если дело перевести по ценам черного рынка, сумма будет колоссальная, сумма, которая выявляет нашим госнаркоконтролем. На территории района было выявлено 4 наркопритона. Все эти наркопритоны закрыты в отношении людей, которые их организовали, возбуждены уголовные дела. Поэтому я считаю, что наши правоохранители активно поработали в прошлый год. И в целом ситуация стала здоровее. А вообще ситуация достаточно контролируемая в районе. Я думаю, что совместные усилия наших правоохранителей делают достаточно большое и полезное дело, которое мы чувствуем. И вот на поведение только в прокуратуре, которая является надзирающим органом, подводил итоги зампрокурора Московской области, тоже поставлена достаточно высокая оценка прокуратуре, которая надзирала в деятельности. И просто мы должны еще усилить эту работу, чтобы она у нас была стабильной. Не знаю, сможем ли снизить еще такие результаты в этом году, но мы должны, по крайней мере, сохранить те позиции, на которых мы сейчас вошли в новый 2015 год. Вы назвали цифру о том, что порядка 700 человек были выдворены за пределы Российской Федерации. Совершенно верно. Те преступления, которые совершались на территории Ленинского района, есть ли какая-то взаимосвязь между тем, что стало меньше мигрантов и стало меньше той же уличной преступности? Каков процентное соотношение преступлений именно связано с мигрантами? Вопрос интересный. Мы сейчас имеем на 1 января, мы предполагаем, что количество жителей территории Ленинского района перевалило за 100 тысяч человек. То есть нет пока еще официальной статистики, она будет где-то в конце апреля месяца у нас озвучена. Но мы уже предполагаем, потому что где-то в конце года было примерно 99 тысяч проживало. Я надеюсь, что уже мы 100 тысяч перевалили. Но, тем не менее, на территории района зарегистрировано 28 тысяч приезжих людей, скажем так. Это могут быть мигранты, могут быть люди, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, зарегистрированы здесь. 28 тысяч человек. То есть практически 30% населения района, плюс еще находящийся у нас, составляет определенную такую нагрузку. Так вот, если брать все это наше общее количество проживающих людей, то только 27% всех преступлений совершают жители Ленинского района. 27%? Да, а более 70% это люди, которые находятся на территории Ленинского района по каким-то причинам. Это могут проезжать, это могут находиться там в торговых центрах и так далее. Поэтому нагрузку мы несем колоссальную. Нагрузку, которая в частности выражается некой такой криминальной составляющей, которую мы очень чувствуем. Следующая тема, которую хотелось бы затронуть в нашем эфире, это тема противодействия терроризму и экстремизму. Сейчас очень много говорится об этом. Но, к сожалению, направление, которое имеет быть именно эти темы, мы все помним Афганистан, Ливию, Сирию, Ирак и так далее. Но сейчас и все больше мелькают в сводках новостей благополучные страны Европы. Это и Франция, это и Дания. Как в Ленинском районе строится работа и развивается ситуация, события именно в этом направлении? Вопрос поставлен очень актуально. Мы никогда этот вопрос не забывали, не снимали в «Эскальские дня». Я скажу, что уже более 10 лет, 11 лет я курирую этот участок работы. Где-то в какие-то годы ситуация была более сложной, может быть, чем сейчас. Вместе с тем, все эти годы мы проводили очень системную работу. Системная работа заключалась в том, что это работа и соответствующей комиссии, это работа правоохранительных органов. И самое главное, это взаимодействие между нашими органами правоохранительными, между администрациями, населением, которые все вместе должны участвовать для борьбы с этим злом. Вы правильно сказали, что благополучные страны Европы, буквально позавчера в Дании произошло, которое вообще не имело представления, что такое терроризм. А тем не менее, мы видим, что этот джинн, который был выпущен из бутылки на Ближнем Востоке, он распространяется с невиданной силой. И все эти действия, к сожалению, которые, мы говорим, толерантны на Европу, которая вдруг проявляет такое неуважение к религии. И какая ответная реакция? И сейчас, конечно, мы видим непростую ситуацию на Украине, которая складывается. Естественно, и мы можем предполагать, что и у нас может быть не все спокойно. Поэтому тоже акцентирую внимание наших и правоохранителей, и наших жителей. Вот были призывы праворадикальных сил в Украине, которые там, ну, по крайней мере, со слов их планировали совершить некий террористический ад на территории Российской Федерации. Конечно, мы должны к этому быть готовы. Мы должны проверять бительность во всех отношениях. Я скажу, что мы подвели итоги деятельности антитеррористической комиссии Ленинского района. Это было у нас в конце января. В целом, оценка работы комиссии положительная. Мы провели более 500 мероприятий в прошлом году, которое завершилось. Это были очень крупные мероприятия общественно-политические. Это было и 1 мая, это было 9 мая. Это был юбилей Ленинского района, 85 лет, который мы отметили шествием. Это порядка 4 тысяч человек. Это большой комплекс работы, который проводится ежедневно, незаметно нашими правоохранительными органами и ФСБ, нашим отделом ФСБ, и полицией, и администрацией, и другими службами. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших жителей, которые активно участвуют. Мы получаем очень много звонков и в дежурную службу, и в полицию, я знаю, получаем. В каких-то подозрительных, может быть, машинах, какие-то действия подозрительных. Поэтому действовать так же и дальше надо будет. Есть такое выражение, предупрежден, вооружен. Именно что касается профилактики. Ведь на самом деле порой легче предупредить, чем уже выяснять последствия, которые уже состоялись. Как ведется профилактическая работа в этом направлении? Есть, может быть, какие-то новые подходы, скажем так, к этой теме? Подходы – это системная работа. Если мы говорим, проходит мероприятие в здании, то у нас в здании находится металлодетектор, который проверяет всех проходящих. Мы проверяем всегда помещение на предметах, нахождение каких-то подозрительных лиц, предметов. Проверяем помещение в противопожарном плане. Главное, чтобы люди были в безопасности и были уверены в том, что в здании никого нет. Мы говорим о том, что у нас сейчас 100% школ в Ленинском районе оборудуют систему видеонаблюдения. Это очень здорово. Эта работа была и родителей в том числе, и школ, и управление образованием. Это же касается объектов культуры и спорта. Много сделано в поселениях, усиливая систему видеонаблюдения поселения. Хотя ситуация непростая сейчас финансовая, вместе с тем работа сделана. Я надеюсь, что это еще будет заделано некие годы вперед, чтобы не допустить каких-то происшествий. Сергей Александрович, я вам напомню, может быть, это было 3-4 года назад. Помните, какие поднимались интересные вопросы от родителей по поводу того, что не пускают школу, что поставили охрану, поставили те или иные системы, чтобы когда ученик проходил, родители были недовольны. Но прошло время, люди привыкли к этому и понимают, что это было сделано для их безопасности. Совершенно верно. Абсолютно правильно вы говорите, потому что системная работа стала сейчас абсолютно нормальной. Все понимают, что это должно быть, и мы только видим положительные результаты в этой работе. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это как у нас сейчас в районе складывается ситуация с притоком иностранных граждан. Есть что добавить? Мы понимаем, есть мигранты, есть иностранные граждане, которые прибывают по тем или иным причинам, оказываются в нашем районе. Я скажу, что, во-первых, конечно, проявляются кризисные проявления, которые у нас проявились в конце декабря-ноябре-декабре прошлого года. Они даются себе знать. Происходит небольшой отток мигрантов. Та система, которую сейчас ввели, а система касается, чтобы получить разрешение, значит, необходимо сдать экзамен по русскому языку, необходимо сдать экзамен по истории, там целый ряд пройти небольших тестов, скажем так. Не всем оно дано. Это первое. Вторая составляющая – это заработная плата. Ну, словно говоря, вы знаете, эквивалент уменьшился, и некоторые жители уже уезжают обратно к себе в страну, потому что понимают, может быть, комфортнее жить там, в своей стране. Поэтому небольшой отток, мы чувствуем небольшой отток. Значит, приток жителей Украины, он остался прежним. Мы не говорим о том, что у нас их достаточно много, и сколько было, примерно, только осталось. Всего, допустим, из жителей восточных областей Украины, которые подвергаются сейчас нападению со стороны украинского равных сил, у нас проживает порядка 600 человек. То есть, это небольшое количество людей. Я скажу, что ни одного замечания по полиции, по преступлениям каких-либо от них нет. То есть, нормальные люди, попавшие в очень трудную жизненную ситуацию. И цель у них одна – выживать, цель у них одна – работать и работать на благополучие своей семьи. Поэтому в этом плане мы не чувствуем каких-то… И работать честно, что немаловажно. Да, да. И, конечно, большинство людей, которые мы говорим, они честные работают. Вопрос в другом. То, что порой недобросовестные работодатели их выгоняют по каким-то причинам, не знаю, мягким, мягким. И люди становятся в такой ситуации, что ему надо как-то выживать. И когда идет преступление, опять же, вникать в суть преступления, то это может быть как раз причиной того, что совершается преступление на территории как раз нашего района. У нас очень много стройок проходит, у нас очень много находится рабочей силы именно на стройках, где возможны такие ситуации. Поступают вопросы от наших телезрителей. А я напоминаю, 541-25-40 и 547-08-13. Телефоны прямого эфира. Звоните, если по теме, которую мы сегодня обсуждаем, у вас возникают вопросы. Почему наш город не патрулируется в ночное время, суток? Летом патруль была заметна, а сейчас словно нет. Я хотел бы вопрос нашей телезрительницы Антанины Андреевны перефразировать. В советские времена были добровольные народные дружины, дружинники были. Мы все прекрасно помним в различных художественных фильмах. Да и в жизни мы это помнили, что дружинник это была достаточно такая сильная организация по противодействию тех или иных, скажем так, правонарушений. Да, профилактики. Профилактики правонарушений. Как сейчас граждане участвуют в этих организациях? Давайте начнем туда сначала. Вопрос был патрулирования. Да. Патрулирование происходит. Да, количество нарядов, оно небольшое. У нас это порядка, получается, двух-трех нарядов в сутки работает. Но это полноценный наряд в полиции. Это машина, это двое полицейских, которые находятся в машине вооруженных и так далее. Они патрулируют машину, патрулируют город. То же касается и ГИБДД нашего, значит, работает в сутки в режиме. Район у нас компактный, небольшой, но везде необходимо присутствие кого-то. Поэтому патрулирование идет. То, что не видно, Антон Иванович, но это еще не значит, что их нет. Они есть. Да, я согласен. Да, присутствует, и мы это проверяем тоже, знаем. Что касается участия граждан в добровольных народных дружинах. Буквально в конце прошлого года, в декабре месяце, был принят закон Московской областной думы, касающийся добровольных народных дружин. Я скажу, что они переформатируются. И вот сейчас как раз идет некое форматирование понимания, как это должно быть. Это должен быть единый документ на Московскую область. Документ, который разрешает участие гражданину в этой работе. Это касается формы одежды, а подразумевает, что должен быть жилет определенного образца, который должен быть виден издалека. Подразумевает то, что дружинники должны работать именно совместно с нарядом полиции. То есть не самостоятельно, а с нарядом полиции. И целый ряд других вопросов, в том числе и страхование жизни, и здоровья гражданина, который участвует в этой работе. И так далее. Вместе с тем, у нас народные дружинники были и раньше, и сейчас они формируются. Такие формирования есть и в Разилковском поселении, я знаю, в Молоковском поселении и так далее. Кроме того, у нас есть два станичных казачьих общества. Это Видновское станичное казачье общество и Горкинское. Они тоже, казаки наши, они активно учатся в этой работе. В частности, многие праздники, религиозные праздники большие. Это касалось Рождества Христова, это касалось Пасхи. Постоянно наши казаки участвуют в храмах, на службе. Крещение, да. Поддерживают порядок, оказывают помощь прихожанам. То есть это видно, это активная работа. Кроме того, дружинники участвуют еще и в повседневной деятельности в общественном порядке. В частности, касается нашего Видновского казачьего общества, они участвуют как раз в взаимодействии с нашим госнаркоконтролем. И вот ситуация, которая была на прошлой неделе, была такая информация, что в Ленинском районе задержали бабушку 76 лет, которая вдруг оказалась наркодилером. Так вот, я хочу сказать, что бабушка, она действительно бабушка была, но она не жительница Ленинского района, она жительница Равенского района. Но задержали ее в Ленинском районе. Да, задержали и благодаря нашим казакам. Бабушка, да, на самом деле наркодилер, большим стажем. И вот такая прискорбная у нее статистика, из семи детей, шесть детей умерли уже от наркотиков, а седьмой находится в местах не столь озаделенных, потому что, видимо, пока и жив. Хотя она сама наркотики не употребляет. Вот как ни странно. Вот такая бабушка у нас задержана. Поэтому будет повнимательнее с бабушками нужно быть. Я согласен. Переходим к следующей теме. Я не знаю, насколько она относится именно к вашей компетенции, но телезритель задал вопрос, не могу не зачитать. Видно огромное количество пробок, уже практически невозможно проехать по городу. Что делается для нормализации дорожной обстановки? Вопрос очень правильно поставлен. Мы все жители, мы все здесь живем, и мы чувствуем, какую сейчас нагрузку колоссальный город получил. Ну, причины такой нагрузки. Во-первых, начнем с того, что количество машин на тысячу жителей в Ленинском, в городе Видно, в частности, оно выше, чем в Москве. Если в Москве на тысячу жителей 350 машин, то в городе Видно 450 машин и тысячу населения. Несмотря на то, что в предыдущие годы в наших дворах, в городе Видно, количество парковок было увеличено, я сколько знаю, примерно на 4000 машиномест. Вы знаете, в многих местах раздвинули парковки, расширили поезды. То есть сделана большая работа, колоссальная работа. Вместе с тем, мы что сейчас видим? Мы сейчас видим, что вдоль наших основных трасс проезда, Советской улицы, вдоль проспекта Ленинского комсомола, стоят больше грузы, стоят брошенные прицепы, стоят машины, которые уже там по несколько месяцев засыпаны снегом и мешают и уборке снега, и мешают проезжей части. И буквально в четверг, в прошлый четверг, у нас состоялась комиссия по безопасному дорожному движению, проводила исполняющий беду за главой Ленинского района, Олег Владимирович Хромов, да, он сам взял и провести, потому что вопросов стало много ему задавать. И тему обсудили. Обсудили с ГАИ, обсудили с администрацией. Есть четкие рецепты, что делать дальше. А делать необходимо жесткие меры к тем людям, которые нарушают правила нахождения на наших дорогах. Мы говорим о том, что проезд через город больше грузов запрещен, вообще запрещен, они проезжают. Остановка Исаянка запрещена, они стоят и отстаиваются. Поэтому сейчас готовим соответствующие постановления. Я думаю, что в ближайшее время они будут готовы. И я скажу, что первый этап, это будет убрать все наши большие грузы на штрафные стоянки с соответствующими санкциями, как это делается в Москве. А второй этап, навести порядок уже в действии наших знаков. Ну, самое простое... Самое удивительное, Сергей Аславич, что машина может стоять два года и засыпанная, и так далее. Стоит только подъехать в машине эвакуатор, как сразу найдется хозяин и скажет, что вы, что вы, я практически вот только-только подъехал, в магазин забежал. Ну, вот в чем вопрос. Главное, чтобы это было законодательно, все четко прописано. Вот мы сделаем четко, да, и жители должны понимать. Да, мы понимаем то, что и трудности с парковкой, да, понимаем, что работают люди в Москве, в большинстве своем. Но когда ситуация вот такая в зимний период, мы видим, что город стал проездным. Почему? Потому что идут ремонты дорог на МКАДе. И все пытаются пройти ракатными путями, пройти параллельными путями какими-то. И вот город видно, как оказался на этом пересечении. Поэтому мы это чувствуем, но знаем проблему. Еще раз говорю, глава района вопрос поставил очень конкретно, надо его решить, и будем решать его. Я думаю, что решим в короткий срок, в течение месяца, двух, мы должны решить, по крайней мере, с большими грузами. Еще одно направление, которое вы курируете в администрации Ленинского района, это мобилизационная подготовка, это воинский учет, бронирование. Вы подводили итоги совсем недавно по этой работе за 2014 год. Давайте в этом направлении немножко пообщаемся. Какие результаты? Это работа, может быть, незаметная мобилизационная работа, которая, потому что это подготовка, на самом деле, наших органов в действиях в особый период. И мы должны быть к этому готовы, несомненно. Я скажу, что в целом работа оценена положительно, деятельность и мобилизационной работы, и гражданской обороны. Что касается гражданской обороны, то я скажу, что работа ведется у нас постоянно, повседневно, по разным направлениям. Хочется констатировать тот факт, что, к сожалению, у нас количество пожаров увеличилось за прошлый год, количество гибели людей тоже увеличилось в прошлом году. небольшое количество, но оно присутствует. Поэтому здесь мы недорабатываем веды. Наши жители недорабатывают, плохо нас слышат и слушают, потому что не было таких сильных морозов, может быть, что можно было так топить, чтобы все это сгорели дома, пристройки горели и так далее. Поэтому здесь недорабатываем. Что касается, опять же, гражданской обороны, защиты населения от ситуации, хотелось бы акцентировать внимание на то, что мы сейчас уже входим, скоро у нас уже будет поводковый период. И не случайно то, что у нас в эту субботу, прошедшую МЧС России, провело масштабное учение на территории всей Российской Федерации, касающиеся поводкового периода. В том числе действовали и наш гарнизон, действовал пожарный гарнизон МЧС. Водная была разлив реки Ака, самого нашего большого реки на территории Московской области, и действия наших спасателей МЧС в этой ситуации. Тем не менее, мы тоже, вроде у нас в Малой реке находится, и река Битса, Малая река, и Пахра, небольшая река. Вместе с тем, я уже пример приводил, в прошлом году у нас погибли два человека на реке Пахра, именно по своему такому безответственному подходу к этому вопросу. Вы очень мягко сказали. Да, но гибель двух людей, гибель, в том числе, молодая семья получилась, так что осталась жена без мужа в положении. Это все, конечно, очень прискорбно, именно безответственность. И сейчас мы имеем целый ряд прудов на территории Ленинского района, на которых катается на квадроциклах, на которых катается на разных технических средствах, что недопустимо. Рыбу ловят, пока там уже не будет полынья. А погода то минус, то плюс. И надо понимать, что проточные реки, они все-таки утепляют, лед, да. И, конечно, нужно быть очень осторожным в этом направлении. Поэтому, еще раз акцентирую внимание, не допустить гибели на водах как раз в этот период. Это касается нашей гражданской обороны. Но гражданская оборона работает у нас, сирены проверяют, сирены, которые работают, проверочные системы работают. У нас тоже много вопросов возникает порой. Как реагировать? Наш телезритель Валентин, прям по гражданской обороне. Есть ли у нас в городе уроки по гражданской обороне? Я учусь в колледже, нам ее не преподают, а хотелось бы. Ну, урок у нас есть «Основа безопасности и жизнедеятельности», называется «Урок», который подразумевает в себе то, что и первичные вопросы гражданской обороны, они должны как раз там и проходить. Вы помните, мы несколько раз поднимали тему НВП, когда начальную военную подготовку проходили в школах. Нет каких-то данных? Может быть, уже есть какие-то подвижки в этом вопросе, чтобы ввести в школьную программу именно этот предмет? Я не готов сказать сейчас, что там делается в отношении НВП, но «Основа безопасности и жизнедеятельности» — это тот предмет, который позволяет очень активно использовать все эти направления для того, чтобы более подробно их изучить. Если есть желание, у нас очень много, достаточно много есть военно-патриотических клубов, которые ребята активно участвуют и готовятся, в том числе для службы вооруженных сил в этом направлении. По поводу службы вооруженных сил, такой вопрос еще, может быть, немножко общий. Раньше у нас было на территории Ленинского района чуть побольше воинских частей. Не буду называть цифру, может быть, это военные тайны, сколько сейчас у нас осталось. Но как с ними строятся отношения, как проводится работа? Ленинский район, были воинские части, они сейчас есть. Я скажу, что у нас есть видновский гарнизон. Наша градообразующая часть находится недалеко у нас в Петровском, все ее знают. Не будем называть, как она называется на самом деле, но она существует. Уже более 60 лет на территории Ленинского района располагается часть ПВО. Мы очень тесно взаимодействуем и с командованием части, и с личным составом. Это целый ряд мероприятий, которые мы вместе проводили. В частности, в прошлый год мы провели два больших мероприятия. Это заступление на боевое дежурство полка одного из полков, который получил новую технику, именно комплекс С-400. Мы проводили его в нашем поселении Горки-Ленинске. Там же мы проводили очень хорошее мероприятие, такое, касающееся именно наших молодых ребят. Служу по контракту «Твой выбор». И я скажу, что прошло оно очень активно, очень заинтересовано, потому что многие ребята сейчас как раз нахватят перед выбором, а кем я буду дальше. Вот сейчас как раз вопрос такой стоит, кем будут дальше. Многие выбирают профессию военного. Сейчас настала профессия престижная. Тем более, что та техника, которая изучается, это сродни с высоким технологиями. Это высочайшая наша интеллектуальная мысль, заложенная в этой технике. Мощь таких комплексов нет нигде в мире по-своему. А потому что армия идет вперед. Если раньше сравнивали, что армия это что, в лучшем случае карабин, автомат, кирка, лопата, то сейчас мы прекрасно понимаем, что вооружение и техника, которая поступает на службу в армию, это нужны и программисты, это нужны и компьютерщики, это нужны люди, которые умеют думать, образованные с хорошими знаниями. Накануне Дня защитника Отечества, когда мы сейчас подходим к нему, мы проведем в этой неделе целый ряд мероприятий. В частности, это будут два больших мероприятия, таких общественно-политических. Это и День защиты Отечества в Ленинском районе на базе кинотеатра ИСКО. Будет четверг у нас. Приглашаем наших и ребят молодых, и ветеранов поприсутствовать на этом мероприятии. Это будет торжественная часть, это будет награждение, это будет хороший концерт. В общем-то, это даже все. Это наших ребят мобилизовать. Будут представители воинских частей. Которые находятся у нас на территории Ленинского района. А в пятницу мы проведем такое же мероприятие, подобное в нашем видовском гарнизоне, уже в Петровском. Именно на боевом дежурстве, там, где проходит боевое дежурство. Я думаю, что это будет способствовать тому, что наши ребята, которые служат сейчас в армии, будут еще лучше служить. И праздник для всех должен быть большим, хорошим праздником. С поздравлениями мы сейчас ставим, что называется, на десерт. В конце эфира мы это сделаем. Последний вопрос, который успею задать. Какова сейчас ситуация с призывом? Я знаю, что есть молодые люди, которые уже находятся в розыске или там заведены определенные дела, скажем так, уголовные или какие-либо. Потому что отклоняются от службы в армии. Начнем с того, что сейчас у нас с Ленинского района в районе силы служит 155 человек. Именно сейчас проходят службу. 155 человек проходят службу. Я знаю, что в службу проходят все хорошо. Ни одного замечания в адрес военно-комиссариата, там, со стороны воинских частей нет. Ребята добросовестно выполняют свое... Это 155 семей. Это умножить на 3 будет количество друзей. То есть, это несколько тысяч человек, которые знают, что ребята служат в армии. Конечно, волнительно. Самое интересное, я общаюсь с призывниками, которые уже пришли из армии. Общий вывод. Мало служеб. Вот полтора года было бы хорошо. Потому что проходит все очень быстро, динамично проходит вся служба. И порой, видимо, даже не хватает тех знаний, которые они за год получают. Вместе с тем, система так сделана, год добросовестной службы. И человек выходит уже, и перед ним открыты все пути. То, что вы сказали. Да, действительно, у нас есть категория ребят, которые в прошлом году, за 2014 год, они нарушили закон о воинской обязанности и воинской службе. Ну, в чем там эта тема другая уже. На 7 человек мы передали документы в Следственный комитет России для проверки их действий и принятия соответствующих процессуальных действий в отношении них. То, что если будут приняты отношения, даже нет сомнений. Потому что там есть вопиющее нарушение. Мы говорим, что люди не выполнили свой воинский долг. Свой долг гражданский, конституционный долг не выполнили. Это уже относится к правоохранительным органам. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Есть категория счастливых, в кавычках, ребят, которые вдруг... Отбегали. 27 лет исполнились, они счастливые, что они уже отбегали. Да. А и нет. Вышел приказ министра обороны, который подразумевает, что молодые люди, которые без законных на то основании не служили в вооруженных силах, они получат справку, а не военный билет военнослужащего запаса. Ну, в кавычках скажу так, это волчий билет. К сожалению, с этой справкой уже молодой человек не устроится в госструктуры, не устроятся муниципальные органы власти, не устроятся правоохранительные органы. И хорошие компании, а уже такие примеры у нас есть, когда вдруг там стали спрашивать, а где ваши воинские документы? А их нету, оказывается. Поэтому еще раз нацеливаю всех ребят, которые пытаются скрыться там, отодвинуть свой срок службы, не нужно шутить с законом. Это закон. И мы действуем тоже строго по закону. А сейчас, вот проходит у нас с 1 января по 31 марта у нас проходит первоачальная постановка на воинский учет. Это тоже такой интересный этап в жизни молодых ребят, когда наши старшие школьники впервые сталкиваются с военным комиссариатом, впервые приходят на медицинские комиссии, может быть, даже впервые вообще приходят. И я скажу, что много все узнают. Некоторые приходят с избыточным весом, а некоторые приходят как раз с местом веса. Даже такие самые простые вопросы. Поэтому работа ведется постоянная. Мы не теряем контакт с комиссариатом, нашим военным комиссариатом, да, и работаем в очень тесном взаимодействии. Сергей Иванович, буквально одна минута у нас в эфире. Давайте поздравим наших мужчин с уступающим праздником. Да, ну я хотел бы поздравить всех наших мужчин, я хотел поздравить всех ветеранов вооруженных сил, которые живут в Ленинском районе. Я хотел бы поздравить наших ребят, которые служат сейчас в армии с днем защитника Отечества. Наших ветеранов, ну они более любили название День Советской Армии военно-боя морского флота, пусть будет так она будет. Это наш большой мужской праздник, который мы все любим. И я хочу пожелать, чтобы в счастье, здоровье, прежде всего, всем нашим защитникам Отечества. И самое главное, чтобы у нас было мирное небо. Будет мирное время, будет сильная армия, это будет гарантом стабильности нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям всех настоящих мужчин с настоящим мужским праздником. Спасибо, Сергей Ярославович, что пришли, ответили на многие вопросы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok